Южный Урал простился с Петром Суминым. Около 7 тысяч жителей региона накануне почтили память первого губернатора Челябинской области. Гражданская панихида прошла в здание оперного театра. Проводить последний путь бывшего руководителя пришли родные, друзья, коллеги и простые люди. Их было больше остальных. О траурном дне репортаж Виктории Горбуновой. Этот понедельник в регионе был объявлен днем траура. Южноуральцы прощались с экс-губернатором. Петр Сумин скончался на 65-м году жизни после тяжелой болезни. Проститься с бывшим главой региона пришли родные, друзья, коллеги и простые люди. Многие вспоминали о Сумине со слезами на глазах. А он добрый был человек для людей. Добрый. Поэтому и народу много. И старые, и малые. И все инвалиды идут. Плохо, но идут. Последний путь проводить. Народная очередь протянулась на сотни метров. Только тех, кто стоял на улице, хватило бы, чтобы окольцевать оперный театр. Каждый второй здесь был либо знаком с Суминым лично, либо знал его по конкретным делам. Он мой земляк. Очень много сделал для областной библиотеки. Публичной библиотеки. Я там работаю. Он был секретарем комитета комсомола. Я секретарем комсомола. Электронизация во время полной цехи. Вот вместе работали так. Он возглавил регион в 90-е. Сначала как председатель исполкома Совета народных депутатов, потом как глава областной администрации. А позже как народно избранный губернатор Челябинской области. В общей сложности служению Южному Уралу он посвятил около 20 лет своей жизни. Я видела разное. И начиная с 80-х годов, 90-е необыкновенно трудные. И когда он стал во главе региона, я просто реально заметила изменения в нашей жизни в лучшую сторону. Кто-то делился воспоминаниями вслух, кто-то говорил слова благодарности про себя. Но почти все в день похорон несли с уминут цветы. Отпевание провел митрополит Челябинский, Златоустовский и ОВ. Перечислить все его дела навряд ли получится. В медицине это ПЭД-центр. Благодаря ему Челябин встал на одну ступеньку с Москвой и Санкт-Петербургом в диагностике раковых заболеваний. Именно при экс-губернаторе промышленность региона подошла к производству труб большого диаметра. В Магнитогорске запустили знаменитый стан 5000. Областная культура благодарна за новое здание Краеведческого музея. Спортсмены региона признательны за Ледовый дворец Уральская молния и хоккейную арену «Трактор». Человек был настолько продуктивен и эмоционален и полностью занимался своим любимым делом для того, чтобы развивать всю область, развивать все направления и сферы деятельности. Спортсмены все скорбят и спортсмены настолько благодарны ему, что многие сегодня здесь, вы их видите. От оперного театра вверх в сторону площади революции траурное шествие протянулось к зданию нацвилинга 27. Именно сюда многие годы Сумин ездил на работу. От резиденции губернатора процессия направилась на Успенское кладбище. Гражданскую панихиду открыл председатель законодательного собрания. Владимир Мякуш передал слово уральскому полпреду Николаю Вениченко. Еще время оценит клад Петра Ивановича становление и развитие членов Суминских областей. Но уже сейчас видно, что эта область передана с хорошим багажом новому губернатору Николаю Вениченко. Действующий глава региона отметил, что Петр Сумин своим трудом заслужил уважение и доверие народа. Благодаря ему труду область прошла достойно все сложные периоды. И сейчас мы можем сказать спасибо, Петр Иванович, спасибо вам за то, что вы так много сделали для области, для жителей области. Мы вас помним, все жители области вас будут помнить. Вся страна говорит вам спасибо, Петр Иванович. Первого губернатора Челябинской области похоронили на аллее почетных захоронений Успенского кладбища. Первого губернатора Челябинской области похоронений Успенского кладбища.